Джумблер Дота 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 Джумб Dunbar Джумблер Дота Джумб undergraduate Дота за эффект наши эффекты складываются то есть бонус золоту 6 на следующем крип крепе будет 9 потом 12 нормально на первом уровне максимальное количество 12 то есть убив три грипа мы будем получать за каждого следующего крипа 12 золота но это такая типичная математика поэтому тут в принципе такие мелочи и самая главная особенность того что прокачать нашу пассивку мы берем руну баунти и на если мы берем самую первую руну баунти то нам дают 400 голды 400 будем убить или не будем убить у меня есть хоста но топ она типа сейчас закончится и ладно пофигу принципе на этого спардара пойдем обратно так ну про пассивку рассказал она очень хороша для баунти руну для того чтобы формить с помощью этого скилла мы тупо фармим быстрее всех на карте вообще не знаю быстрее алхимика в этой игре наверное никто не фармит потому что скорость фарма алхимика просто нереально большая и хочется сказать что алхимик это довольно командный игрок то есть он зависит от команды потому что он нуждается в том чтобы мы пополняли ману потому что если мы не стоим на миду понятно понятное дело ботал мы не покупаем а мана нам нужна всегда и в этом самая главная проблема алхимика потому что ему нужен обязательно саппорт который будет с арканой который всегда будет его заливать маной вообще идеально коту наверно будет вообще просто замечательно потому что ну мана расходуется очень быстро за счет первого скилла потому что им постоянно приходится спамить до вот того чтобы противник не подходил нужно чтобы кто-то восполнял вам запас маны вот ну и второй скилл второй скилл довольно прост это стану и он заряжается мы к юзаем второй скилл нас начинается отсчет в 5 секунд и чем дольше мы заряжаем стан тем максимальный или длительный будет урон и оглушение то есть чем дольше мы держим стан тем лучше вот максимальный урон если я не ошибаюсь да даже нет на точно вам сейчас скажу максимальный урон по моему у 360 урона на последнем уровне алхимика устана поэтому и причем этот стан обладает ауе способностью если враги будет кучки стоять то мы застанем и застанем всех просто это на последнем уровне 4 секунды стана это в принципе ого-гошеньки ого-го-го за 4 секунды можно разбить всю команду ну и вот наш ультим ультимейт это вообще просто мега офигенная штука в фишках в рубрике фишки доты я показывал то что ультой алхимика можно сбрасывать стан и допустим если вас кидает стан к примеру свена и вы нажимаете ультимейт то вы не застаниваетесь то есть вы его дизайн вот наша ульта поднимает жестко нам вообще все показатели то есть у нас становится сумасшедший реген здоровья у нас регенится мана плюс ко всему у нас увеличивается скорость передвижения вообще крутецкая просто вещь офигительная и фармим фармим все фармим и наверное мы будем выносить скорее всего мидасик потому что ну сами понимаете там стаки 3 3 пассивки плюс мидас там вообще жесткая комбинация если бы еще я играл с кем-то в команде и мне кто-то бы стакал крипов в лесу то забей вообще я бы на 25 минуте был бы как минимум с тремя артефактами тремя на 25 это это нормально с тремя артефактами алхимик уже может творить страшные вещи ухты ухты запрятал смотрите у меня не видит мол завтыкал так завтыкал получай отлично видусь виду с недавней обновой алхимик может ну как уже конечно давно вышло не так уж и недавно уже прошло то времени так нормально и успешно глянуться уже и 10 лет пролетит мы можем собирать алхимику аганим при этом мы можем его передавать точнее не то что передавать мы можем юзать его на своих тиммейтов при этом слот у них не занимается но если у них улучшается ульта с помощью аганима то она улучшается и при этом ни один слот не занимается то есть вот такая вот офигенная саппортская наверно больше способность у алхимиков который может неплохо команду накормить аганимами к примеру там если в команде будет лина ли он вокер то алхимик может не хреново помочь им ну в принципе рассказал все о способностях и об алхимики в принципе то наверное переключаемся мы сейчас на процесс игры и поехали поехали играть поехали нагибать смотреть что происходит по карте ну да мы будем покупать медасик поздновато правда ну вообще пофигу я думаю что эта игра будет долгой поэтому я буду собирать медасик еще тут момент в собирании артефактов в принципе тоже очень алхимику пофигу чё собирать на самом деле собирайте все на урон на скорость атаки и это любой закуп он будет в принципе правильным главное смотреть по ситуации да то есть допустим ну что смотреть смотря против кого вы играете это чисто ситуативно алхимику подходят абсолютно все артефакты ему нас рад что собирать он он тупо зависит от артефактов то есть главное чтобы они были а какие вы будете собирать там уже вообще фантазируйте как хотите керасы мол штормы башеры обе соли там кристаллис и все что угодно мкб ему все подходит вот вообще любой любые артефакты но я буду собирать первым артефактом battle fury потому что знаете как сказать battle fury это фарм ради фарма то есть с battle fury мы сможем фармить еще быстрее то есть помимо того что он дает нам сплэш да и дает сплэш и вообще статы по сути то он нам еще помогает быстрее фармить то есть мы очень быстро сможем выфармливать пушить линии выфармливать леса все это нам ускорить только фарм а фарм нам только и нужен в этой игре потому что у нас такой перс который ну зависит просто от этого фарма если там осталось баунти будет хорошо не нужно баунти давай баунти 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 лично сколько но примерно 300 голды сейчас мне насыпят за эту руну так 200 ну почти 300 да я так и так и собираем фазы конечно же это урон скорость бега все все наши офигенно подходит лотар до shadow blade грейжин и также в особенности отлично нам подходит просто тут ну как бы в единственное что нужно будет потренироваться потому что из инвиза получается вы вылетает дополнительный урон и тут обычно как правило забываются потому что страта какая у алхимика вы заряжаете второй скилл и уходите в лотар бежите на противника ждете когда пройдет максимальное количество времени и выкидывать бочонок со станом и тупо начинаете бить потому что ну как правило да вы когда собираетесь или рейдж ваша цель ударить из виза потому что у нас там вылетает дополнительный урон и многие забывают короче путаются привыкают что нужно кинуть сначала стан потом бить а тут нужно наоборот собрав silver age нужно по-другому нужно сначала ударить потом кинуть стан и вот это вот немножко такая неразбериха бывает происходит но это такое это дело привычки чисто один несколько раз там потренироваться по ошибаться и потом нормально все пойдет так нас есть у нас есть банка в которой есть руна иллюзий и банка сейчас будет полная мы можем по форме час сожрём кого-нибудь может быть попробуем помочь бить тут у нас есть так которую я щас заформлю сейчас урса разобьет отлично и нет иллюзий просто урса разобралась не знаю дат я конечно могу попробовать вам помочь но кстати кстати фраг ко мне бежит забирать я в принципе пофигу у меня с фармом все нормально вроде пока что самый золотой спот для нас это вот этот там где маленький маленькие маленькие мобы стоят и их много вот есть появляется здесь под очень много таких маленьких мобов вот и отстак просто самый золотой для алхимика но опять же эта игра за перса которым нужно формить то что что я не люблю делать нужно очень много времени формить потому что мы абсолютно и полностью целиком зависим от артефактов которые мы собираем нам нужно с минимум три артефакта чтобы ну можно было участвовать нам в боях до этого времени вообще смысла в принципе нет так сейчас мы под фармим что-нибудь попробуем сделать отводик двойной не знаю получится или нет я последний раз это делал для 300 назад не получится было не прогрязать тут дело в том что сейчас мог бы с того стака прошли через этот ты заблочен и что этот зато стаканули нормально хотя бы один нормально сейчас все будет там противники уже у нас в наш лес я смотрю забрались наверное они будут искать меня такая основная жертва сто процентов главная цель для того чтобы убивать вот 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 идет хищ 100 процентов же не один наша самая основная цель главное чтобы вы помнили и знали что вам нужно формить вам нужен space как минимум до двадцать пятой минуты алхимику нужен нужно пространство хотя бы до двадцать пятой минуты потому что по сути алхимик в двадцать пятой минуте он уже способен собрать два три артефакта ну вообще три артефакта 25 это нормально а с тремя артами можно можно что-то придумать можно драться можно убивать так кто у нас тут блин а что ж мне так везет а везет очень очень везет так результат катывает поэтому в принципе пофигу на наши хп она абсолютно быстро щас у нас восполниться вот он пришел отстанет что такая вот надо по наглости в этом человеке неужели умру нет живу за малым совсем чуток еще один удар бы и я бы отъехал продаем а подожди стоять кого продаем battle fury уже с топором теперь давно я не собирал этот артефакт сейчас захаваем крепца и бф нас есть все внесем себе сейчас будем фармить до этого было просто развлечение подготовочка если можем пробовать что-то сделать но и локеру посрать да и локер вообще отличные просто сам страйк просто великолепные ладно нам отвлекаться на такие мелочи в принципе не нужно не то что и не нужно нельзя нам наша у нас другая цель которую нужно выполнять ты чё серьезно ты уже никуда не делать нужно забирать за собой того нибудь по-любому там уйти не вариант было поэтому нужно было драться с подружкой бегает вдвоем вот зараза посмотри какие они хищи это не ульта ну понятно чё до конца чё что атаку отменил то воу чувак короче демон отлетел там еще еще и бх отлетел молодцы просто браво короче паркейка будет жесткая я вот чую что папа я будут не из легких ну ничего ничего сейчас будем ко мне что-то как только у слордара будет даггер у нас начнутся проблемы и очень большие проблемы ну пока у него даггера нету можно можно свободно фармить и ни о чем вообще не париться а чё драться будем мы ведь можем забрать ну вот палиться не обязательно скажу по секрету и опять тайминговый сан стайк от инвокер как он это делает как ему это удается пам-пам-пам-пам так не бегают пандаж в лесу поэтому надо формить их а тут уже нормально тут уже кто-то побывал кто-то руку приложил свою так а здесь у нас вот тут можно подформить что-то есть все очень просто если вам не удают формить в вашем лесу нужно идти в чужой лес там будет все нормально сейчас мы еще и мид под пуши нормально сейчас еще и вышечку заберем чё дефать собираете что ли да бежит бежит хищ дефать хочет стой 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 ать нормально ну слотаром будет полегче мы хоть сможем убегать и против кускара в принципе против кускара и против сларка принцип точно такой же вы просто покупаете т.п. и вам пофигу на сларка на сларда на сларда на хускара на сларка вообще пофигу они на вас напали тп аут на базу все очень просто так же как и сбуд стикером как их контрит купили т.п. и и все и забыли про них а мне помогать не буду да понятно все ясно и венга пришла когда уже не нужно и шадоу демон пришел когда не нужно в итоге короче все слились молодцы все сдохли офигеть это будет очень интересная партийка придется тащить придется тащить что вы чё вы посмотрите на этот за как закуп что это что за ему он где в это увидел вообще что за гайдер снял эту сборку пожалуйста отпишитесь в комментариях если кто-то знает я думаю кто-то наверняка наткался на того кто рекомендовал эту сборку он ведь не сам ее придумал я уверен что он где-то увидел кто-то показал в интернете эту херню и он сейчас просто повторяет за этим человеком дебилизм полнейший что он собирается сделать с пилами интересно инвокер с арканой офигеть инвокер с арканой да чё только не увидишь в этих играх короче моя команда видит причем так плотненько я смотрю все умирают и умирают ну мы пока драться не можем у нас много только нечем но если мы бф бы не покупали то мы бы могли драться у нас был бы другой артефакт с которым вы уже можно было идти нападать но так мы взяли артефакт который нам для фарма нужен да мы продолжаем фармить как только у нас будет нужное количество артов мы пойдем потому что нам нужен минимум лотар и минимум мэл шторм для того чтобы мы могли что-то делать ну и какой-нибудь башер наверное такой дефолтный набор на алхимика но у шторм башер лотар то есть этого в принципе достаточно для того чтобы рассказывать людям кто они и что они вот он этот спот кстати вот этот спот самый золотой для алхимика он кучу голды получает за этот спот а дайте отвод сделать ребятки вы чего но подождем 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 неизвестно сколько конечно ждать придется но чё у нас с лордар с гиперстоуном о боже нет это партейка сто процентов будет нашей потому что с лордар с гиперстоуном у нас оказывается не только инвокер дебил но еще и у противников есть лордар который покупает гиперстоуна офигеть нормально будет хорошая веселая партейка гиперстоуна хрена он за эти бабки мог купить даггер даггер и ходить просто наказывать и бить лица людям а он купил гиперстоун и блин ему нужно посоветовать наверно какого-нибудь хорошего гайдера у меня кстати нету гайдана с лордара он обязательно будет добавить его в следующем голосовании с лордар появится если кто-то хочет увидеть голосуйте ребята за с лордара я покажу вам как как нужно играть за этого перса это вообще просто изи персонаж я не знаю проще него наверное только реки так подожди не обращаем внимание на него или стоит стоять ты больно же выжигаешь здоровье ладно отходим суда нам этом принципе немножко хрипов заформили сейчас сюда отходим прожимаем ульту отрегениваемся ну и короче фармить пока фармим киперстоу ой тоже хороший спорт лично много много очень много голды так чё пропушим вверх сейчас нормально мы за эту линию сейчас день держат получил в принципе мы сейчас отойдем на то есть кто-нибудь вообще вроде ли не туда вроде никого нет остановим следующую пачку тут будем стоять и ждать так сейчас они уже на подходе сейчас они должны появляться появляться куча бабла как же много голды он зарабатывает ты да отстань от меня чувак серьезно достал вот он ходит по лесу и только меня и ищет вот тоже отличнейший спот для алхимика чем больше короче мобов на сходе тем для нас лучше цель супер бабла сыпется в наш карман так у нас silver age есть можно в принципе попробовать убить кого-нибудь ой хороший вот это было хороший глаз просто очень хороший глаз но у меня все в кд у меня ульта в кд и сервера есть кд и я ничего не мог сделать типа вообще ничего хорош сада у демон убивает сладаров соло ну почти бы хоть немножечко помог конечно при этом умер сам хорош давайте еще умрите здесь вдвоем все собираем ол шторм и мы можем можем драться смел штормом мы уже можем драться у нас будет достаточная скорость атаки для того чтобы рассказывать поехали сейчас мы под фармим по быстренькому сейчас я смотрю так по карте для меня здесь в этой части карты нормальный спейс создан и я сейчас могу здесь нормальный бюджет поднять давай баунти хочу баунти он теперь лотар собирает офигеть купить таблетку и потом начать собирать другой артефакт что им движет что просто что им движет о чем он вообще думает где он-то увидел или это он сам решил так что так будет круче он у нового сладара придумал с таблеткой из с полу полу лотаром хорош дайте мне вышку забрать ребят так лотарчик лотарчик уходим пыль ах у вас гады ну просто тупо т.п. и все и до свидания сладар до свидания с ларк ой сладар господи что я хускара сладаром называю ученый привил салет сладар со своим гиперстоуном в принципе ботал можно продать и у нас мел шторм готов нам ботал уже по сути вообще не нужен поэтому нормально нас ульта третьего уровня ее достаточно для того чтобы регинить себе и ману в том числе во мимо здоровья мана тоже нам с нормальной скоростью регениться поэтому ботал уже нам не нужен в принципе сейчас мы можем драться даже если на нас нападают мы с таким затаром можем в принципе попробовать дать отпор противнику это такой минимальный набор артов да вот но есть не собирать battle fury да то вместо него там бы лежал башер и с башером вообще один в один ну тут мало бы кто поспорил бы с алхимиком с такими тремя артефактами но так как у нас battle fury то тут конечно немножко послабее вариант но более массовый то есть мы можем эффективнее драться в замесе 5 на 5 пацан сладенький кстати стой ну не уходи чёрт куда куда стояли ну и вот он поехали просто изи сейчас мы до собираем до конца нал шторм и у нас будет хорошая скорость атаки сможем в принципе со всеми уже тягаться хорошая линия сейчас у нас куча бабла куча бабла сейчас мы еще этот спотик за фармим лично чуток нам не хватает это блин ой хвою хорош рот вообще идеально просто хитро все у нас есть арт и он собранный сейчас будем драться будем пробовать делать что-то интересненькое за на меня команда конечно вообще просто 0 полнейшим я даже не знаю даже ставку на не на кого делать вот реально не на кого ну блин может быть бы х что-то у нас что вся команда видит и видит и видит и видит видит я только вижу как противники на нас нападают я еще ни разу не видел чтоб моя команда на кого-то нападала мы мы в роли жертва выступаем отыграться со мной хочет давай хорошая попытка чувак он наверно просто не чекал за тормой поэтому драться на полез так 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 как так ой как хорошо там все все к нам в руки лезет и баунтер лезет и фарм лезет у нас уже башер подъехал единственное что слотов у нас маловато меда скоро нужно будет продавать потому что он тупо занимает место единственное что у нас сейчас нет т.п. это конечно херни ну хреново но будем пробовать без него не хочется сейчас меда продавать его еще можно несколько раз и узнать вообще ужас лотар факт я забыл что это скотина с лотаром ёлки-палки блин вот тут я конечно затупил я забыл что он лотар собирал и прям самый последний момент вспомнил что это скотина с лотаром не просто не часто на самом деле с лордара слот с лотаром увидишь обычно в 90 процентов игра с лордар с даггером и лотар ему не собирается ты чисто не с привычки я щас немного затупил но это наверное связи с чем связи с сильвер эйджем скорее всего он сбил от арт купил собирается собрать с лордар с сильвер эйджем это нормальная тема по сути если еще и на баш пропрет так там урон вообще нормально такой пойдет ладно продаем продаем наш медайсик в принципе уже но не нужно что нам не нужно просто хотел его заюзать несколько раз ну ладно пофигу я просто нужно сейчас нам купить заразу прожимаем ульту просто сларк нападает в этом просто предсказуемо было давай поехали драться со мной он захотел вот покупаем травела и продадим фэйзы сейчас они нам уже не нужны давно травела потому что нам нужно тп как бы тп всегда нужно иметь но за счет того что тп занимает слот которого у нас нету у нас слотов то по сути всегда будет не хватать потому что мы алхимик мы будем фармить больше чем нам нужно вот и поэтому травела это идеальный вариант осталось купить абиссал сейчас мы немножко дофармим до него и у вас такой не ходи на себе за тарчик называется сейчас мы пойдешь дальше чувака я же смогу тебя немножечко под кромсать молодец золотые ну пофигу там вообще на самом деле у нас такое сейчас за то что нам пофигу кидать стан первым биться львы рейджа то есть но мы застан убиваем там пуфигу с львы рейджа ты ударишь или нет у нас уже арты такие что насрать вообще там отлетает любой застан за 4 секунды нам 4 секунды здесь хватит чтоб любого убить так последний нижний слот и у нас есть абиссал у нас пять слотов даже не 55 ладно пусть будет 55 слотов все-таки это же один артефакт ваша рабиса просто грейжан и поэтому 5 и хочу давать и драться нужен вам нужно бгб срочно просто пущу сколько бабла офигеть красавчик просто я в него кидаю абиса вот ему в астрал прячет ну просто придурок серьезно такой дебил сейчас shadow demon просто накосячил нереально жестко он испортил все так пусть понимает что он накосячил просто охренеть как сильно я бы тут не умирал здесь он не вспятал гребаный астрал вообще не думая чувак чем делает команда у меня зашибенная серьезно вот блин в этот раз мне не повезло с командой нужно бкб шичко тут по любому потом просто ее нужно будет выкинуть и купить ну сами знаете артефакт которым с двумя таблеточками съедается просто и освобождается слот ну а пока нам нужно бкб потому что тут ну очень много всякой грязи и шрак с лордар по очень грязи много поэтому тут бкб к поля бону нужна в принципе мою высох сейчас на нее на фармим черном там всего-то это даст на всякий случай потому что у нас товарищ с лордар так она постоять на счету убегаешь стоять и убегай вот раз но не хочешь когда буду на твоих глазах ломать тебе базу стой и горюй от того какой-то беспомощный какие там четыре секунды мне хватило полторы секунды чтобы пускара не стало стой 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 не хотят базу отдавать вот негодяи куча бабу баблища у нас поднаехала я щас конечно рискую лордар с гребаным лотаром а я без без бкб поэтому мне заходить сейчас не вариант далеко нужно аккуратно играть ну мы еще ни разу в пятером не собирались со своей командой еще не раз такого не было даст и отдал я бы хашки пусть бегает с ними а я так что мне даст и уже в принципе не нужны пусть бх делает свое дело у него все-таки ульта и даст и и все 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 для него все все для стриузника такую прожимать зря не будем потому что она понадобится на следующий товар и если мы пойдем дальше сейчас смысла нет ли прожимать товар нам отдают ну в принципе можно пробовать а чё нет у нас все есть шесть лотов в это башечка нажимаем ульту и просто танкуем танкуем хочу его не за без и вот почему сейчас вас так почему он господи шадоу демон просто придурок я щас объясню что было все время что я стоял в стане шадоу демон стоял и смотрел на это как только я из стана вышел шадоу демон спрятал его в астрал это это жесть серьезно никому не пожелаю даже врагам каких союзников тиши 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 хорош нормально а мы можем сейчас идти вверх ломать по сути они все мертвые можно сломать вверх можно сломать вверх ну привет да конечно башер нас спас и если честно было опасно опасно ну все сносим наша цель в этой игре всем известно нужно снести трон и алхимик неплохо с этим справляется как вы видите с такими-то артами ой боже ой боже ой боже ой боже что она делает ух 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 это было красиво это было красиво и rent лакер не в себе реально что что с ним он вообще из этой игры может он и другую играет хаха ух шаду демон что он там делает один ну и все а инвеста в кулдауне да молодец браво отличная игра от них тиммейтам как мы еще не проиграли эту катку для меня загадка просто с такими союзниками выиграть катку тяжеловато конечно ну типа обычно всегда есть кто-то один нормальный то есть одного нормального достаточно но когда все четверо это конечно перебор чуваки это слишком сейчас будем махинации делать если нападет на меня жопы хватит напасть так делаем махинации такие вот манипуляции нет ради такого момента прожимать бкб это тупо а чё ты куда ты не убегаешь у сварда тут даже бкб не нужно в принципе один на троих идет на что он рассчитывает вообще непонятно да мега инвокер ладно выкупаемся люди мы беремся потому что бабла у нас дофига выкуп нам уже не понадобится просто сносим там четверо в таверне и так бы все вот и гайду конец а кто смотрел тот молодец ну а сейчас я создам вопросик в группе обязательно добавлю туда сварда арчика на кого будет снять следующих гайд ссылка на группу в описании под видео будет как обычно все попадать по дефолту кто еще не знает подписывает и заходите участвовать в обсуждении голосуйте вот ну а мы заканчиваем партечку в принципе не сложная она была бы еще проще если бы у меня хотя бы один человек нормально в команде все бы закончилось намного быстрее ну а так то просто просто немножко дольше это происходило давайте кто там выпадает это что такое жирно с ума сошла вот жирнючая ну на этом в принципе все кто еще не подписался на канал подписывайтесь добро пожаловать в нашу огромную коллекцию подписчиков это адекватные видюшки ези каточки все очень просто и приятно всем пока спасибо